Всем привет, на связи Мапу и в сегодняшнем таком коротеньком видео мы с вами поговорим о том, как и не выгореть, либо во время обучения на андроид разработчика, либо во время работы уже на андроид разработчикам, а именно, как не заработать профессиональные, популярные заболевания андроид разработчика. Это, в первую очередь, проблемы со спиной, остеохондроз, шейный остеохондроз, прединсультное состояние, связанное с ухудшением сосудов, головные боли, ну, иногда даже проблемы, скажем так, такие щепетильные, о которых не в каждом расскажешь. Это тоже все бывает о сидячей и работе. Как просто не выговорить, не посадить себе зрение, не сойти просто с ума. Да, потому что с самыми популярными, скажем так, пациентами, таких врачей, как неврологи, связанные с позвоночником, опять же, психологов, психотерапевтов, различных психиатров являются программисты. Потому что, если вы пойдете работать куда-то, то это устраивается. Опять же, это не когда мы работаем на себя или на фрилансе, когда у нас свободный график. Когда мы идем в компанию, да, давайте говорить честно, потому что работа в компанию на сегодняшний день, это несказочная работа таких компаний, как Google или, там, не знаю, Amazon, где вот там просто райские условия. А в российских реалиях эти вы приходите и работаете за компьютером, и вы можете с утра до ночи работать. Есть одно очень важное условие, которое вы, если вы выполните, вам эти все болезни не будут страшны, и вы сможете нормально работать и программистом, и поддержать свое здоровье. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, для того, чтобы это с вами не случилось, я вам советую завести себе хобби, которое не связано с работой за компьютером. Идеально, чтобы это хобби можно было монетизировать. Это вообще идеально. Вы получите просто дополнительный доход. Это может быть, не знаю, создание хендмейт, не знаю, что-нибудь со своими руками. Либо скульптинг, да, вы можете какие-то скульптуры делать. Либо вы можете сделать что-то по дереву, допустим. Либо делать какие-то конструкции, либо что-то еще. Либо, кстати, популярное направление, которое я для себя открыл и также использую, это кондитерское дело, или какое-нибудь поварское искусство. То есть то, что не связано, скажем так, не связано с работой за компьютером. И если вы найдете себе такое дело, то это позволит вам не сойти с ума, работая программистом. Это позволит вам также и не сойти с ума, и держать свою спину в порядке, и поддерживать свое здоровье. Вы просто не угробите свое здоровье за сидящей работой. То есть, грубо говоря, вам поможет это все разгружаться. Конечно, это уже плохо действует, когда вы работаете именно не на себя, а трудоустраиваетесь. Там уже я вам дам совет, по вечерам тогда ходите в бассейн. Это поможет также. И по выходным, да, опять же, такой вот хобби. Не нужно всю неделю работать, а по выходным опять работать за компьютером. Нет, тогда, допустим, вы по будням работаете, вечером идете в бассейн, а по выходным занимаетесь своим хобби и отдыхаете. Кроме того, очень важно, кроме того, что вы найдете себе такое хобби, очень важно, чтобы вы не работали много времени за компьютером. Два часа поработали. Опять же, если вы работаете в компании, пойдите, отойдите, сделайте, не знаю, приседания, или что-то как-то физически нагрузить вам нужно будет себя. Если вы работаете на себя или на фрилансе, что я очень сильно приветствую, то тогда два часа работаете, пошли, потом прошлись, там, не знаю, километра три хотя бы, пять, пришли, вернулись опять, два часа поработали, опять отдыхаете. Два часа работаете, опять отдыхаете. Опять же, если вы работаете на себя или работаете на фрилансе, то я вам советую работать с восьми утра. Почему с восьми утра? Ну, потому что это идеальное время, ваши мозги идеально работают, с шести утра до, ну, по-хорошему, до двух часов дня, вообще идеально работают. Я думаю, каждый из вас замечал, когда даже работая на работе, после обеда у вас тянет сон и ничего не хочется делать, это потому что мозги хорошо работают с утра раннего до обеда, и вот именно вы должны работать умственной деятельностью с 6 утра до обеда, а после обеда вы можете уже заняться своим хобби, опять же, если вы работаете на себя, то вы можете его смонетизировать и как у вас параллельный доход, то есть до обеда вы работаете программистом, после, даже на себя после обеда вы уже занимаетесь чем-то вот таким своим хобби, и это идеальный вариант, я его принял к себе на вооружение и пытаюсь все время его использовать, конечно, не всегда получается, потому что очень много домашних заданий приходится проверять, но опять же, домашние задания моих учеников с курса, это тоже своего образа, скажем так, умственная деятельность, потому что, ну, нам нужно разобраться в чужом коде, и, как правило, я эти домашние задания всегда проверяю с утра, я встаю и прям с утра их проверяю, и потом начинаю программировать, у меня множество различных проектов и по мобильной разработке, и по веб-разработке, и поэтому я вот умственной деятельностью пытаюсь заниматься до 2-3 часов дня, а потом уже после обеда с 3 до 7 я всегда выделяю своему хобби, опять же, как ранее сказал, это кондитерское искусство, а, ну, вечерком я уже отдыхаю, поэтому... Почему я говорю об этом? Потому что я столкнулся с этой проблемой 2, ну, уже, наверное, 3 года назад, и это как раз-таки случилось после того, как я в течение года бесперерывно с утра до ночи сидел за компьютером, изучая, ну, развиваясь в Android разработке и программируя, и в один момент я встал, хлоп, и почувствовал себя очень сильное головокружение, и у меня действительно было прединсультное состояние, и для того, чтобы избавиться от этого состояния, привести всю норму, я потратил в районе, ну, наверное, 400 тысяч рублей я на это потратил, чтобы уйти из этого состояния, мне на это потребовалось 2,5 года, и сейчас я более-менее, у меня все нормализовалось, и там были у меня смесь и остеохондроз спины, и смесь, 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 смесь это с шейным отделом, и смесь с плохими сосудами, и головокружение, и головные боли, вплоть до того, что не мог до магазина дойти, поэтому не увлекайтесь долго программировать, 2 часа отдыхаем, и вообще, вообще советую день программировать не больше 6 часов, вообще, по-моему, принято, что 4 часа это эффективное программирование, а потом это все неэффективно, потому что вот 4 часа вообще еле попрограммировать, поработать, а потом уже эффективность падает, поэтому всегда держите перерывы, и всегда найдите себе хобби, то есть, по факту, давайте подведем итог этому видео, что нужно сделать, давайте так говорить, чтобы не сойти с ума на работе программистов, или заниматься программированием, завести себе хобби, не связанное с компьютером, и вообще, чтобы не сидели за компьютером, работать, делать себе интервалы, 2 часа поработали, пошли, физически нагрузили, прошлись, если не можете пройтись, куда-нибудь, не знаю, вы идите в туалет и поприседаете, если работаете именно на компанию, не можете делать все свободные графики, не можете работать удаленно, то тогда работаете в течение дня на работе у себя, да, вечером идете в бассейн, по выходным посвящаете себе семье и своему хобби, то есть, не сидите за компьютером, и вечером отдых, побольше отдыхайте. Это советы, которые я бы хотел услышать, когда я начинал программировать, потому что есть статистика, я вообще посещал один раз невролога очень хорошего, и она мне сказала, ты, наверное, программист, я говорю, а почему, ну, как вы узнали, она говорит, да дело в том, что 70% моих клиентов, которые приходят, ну, пациентов, вернее, которые приходят ко мне с жалобами на головокружение, на все вот это на спине, они все программисты, так что задумайтесь, и вообще, я вам очень сильно рекомендую стараться к такому подходу, если не можете не работать на компанию, по поводу трудоустроиться вам нужно, идете трудоустраиваться, работайте какое-то время, и как можно быстрее ищите возможности перехода на удаленку, чтобы сминимизировать, ну, скажем так, напряжение на свое здоровье, но опять же, работая на компанию и делая перерывы через каждые 2 часа, хотя бы физически нагружая, вечером посещая бассейн, по выходным, не отвлекаясь от компьютера, и вечером не нужно сидеть допоздна, программировать дома у себя, придерживаясь этим, как бы, советам, рекомендациям, вы также сможете сохранить свое здоровье в отличном состоянии, и не получить перединсультное состояние, то есть даже работая на компанию, вы можете это избежать, если будете сидеть целыми днями, ночами перед компьютером, и не будете использовать эти рекомендации, то очень высок риск того, что вы получите очень нехорошую болезнь. Ну, а на сегодня у меня все, с вами был проект Мабу, берегите свое здоровье, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова